Доживший до 105 лет, японский врач поведал принцип долголетия. Совсем недавно, 18 июля 2017 года, в стране восходящего солнца умер старец. Ему было 105 лет. И до конца своих дней сохранял молодой дух, энергичность и здравомыслие. Его имя – Сигеаки Хинохара. Он был врачом и до самой смерти наблюдал за пациентами. За годы врачебной практики Хинохара вывел тезис, который считал основным секретом долголетия. Радость дает энергию жизни. Своими наблюдениями этот японский старец внес необъятный вклад в здравоохранение и медицину в Японии. Кроме того, Сигеаки Хинохара был ученым и врачом. Также он занимал должность президента международного госпиталя Святого Луки в Токио. Да, это возможно. Да, это обычный человек. Тогда почему именно радость? Где же дорогие медикаменты и специальное больничное наблюдение? Где санаторий для стареющих людей? Как вообще в такие годы можно занимать такие должности и вести нормальный образ жизни? Ответы на эти вопросы Сигеаки поместил в своей книге «Искусство жить. Секреты долголетия от 105-летнего врача». И вот его главные правила. Энергия зависит лишь от того, как вы себя ощущаете, а не от пищи или сна. Не стоит уделять приему еды большое внимание. Не стоит жить так, чтобы в конце дня единственная ваша радость была – это хороший сон. Если мы будем любить жизнь и заигрывать с ней, словно дети, это даст духовный стимул к движению вперёд. Ведь чем отличается молодость от зрелости и старости? Только тем, как вы воспринимаете новое. Рассуждал в своей книге Хинахара. «Стоит следить за весом. Заботиться о теле, сосуде нашей души – наш священный долг», – так писал врач в своей книге. Он также отмечал, что в его рацион всегда входит лёгкая для усвоения пища, но разделены приёмы на несколько раз. Именно так ему удавалось поддерживать хорошую форму. Ранняя пенсия необязательна. Если вам по душе ваша работа или вам нужно какое-либо занятие, то уходом на пенсию можно превратить себя в амортное тело. Сигеаки Хинахара утверждал, что стандарт в 65 лет для выхода на пенсию был установлен в прошлом веке. На сегодняшний день человек намного более трудоспособен, даже после этого возраста. Также Сигеаки рекомендовал всегда спрашивать у своего лечащего врача, выписал бы он такое же лечение своей жене или своим детям. Вместо медицины или оздоровления медикаментами, японский врач рекомендовал терапию с животными или с искусством. Изначально медицина была призвана не лечить болезнь, а исцелять больного. Но современная медицина далека от этого принципа. Вот так высказывался старец. Главное в жизни это вносить свой вклад для мира. Даже самые небольшие действия, направленные на улучшение окружения, дают немного больше энергии, чем обычное спокойное существование. Человек должен тратить время, отпущенное ему не на себя, а на служение другим людям. Японский врач считал, что основная цель – преподнести себя другим, тогда в ответ получаешь силу для движения. Ведь если не делиться мудростью, она может превратиться в мертвый груз. Никогда не концентрируйтесь на боли. Боль – это понятие метафорическое. Если относиться к ней со всем вниманием, то она заполнит наш разум и станет главенствующей. Тогда человек погрязнет в постоянной тоске. А как утверждал Сигиаки, только радость способна давать энергию. Забудьте о лифте. При любой возможности нужно заставлять свои мышцы работать. Используйте лестницу, ходите пешком, меньше лежите. Это простые действия, которые легко могут войти в повседневную жизнь. Но это кардинально поменяет вашу жизнь в лучшую сторону. Цель нашего существования, в первую очередь, созидание и только потом отдых. При этом не обязательно, чтобы все становилось рутиной. Одни превращались в однотипный штамп. Наполнить даже самые мелочи небольшой радостью и увлечением. Тогда результат не заставит себя ждать. И в заключении. Сигиаки Хинохара – прекрасный пример того, как следует себя позиционировать в любом возрасте. В его правилах нет ничего невозможного. Сам же врач и автор книги не боялся смерти. Всем советовал относиться к ней как к чему-то естественному и обыденному. Хинохара оставлял себе позитивный настрой до конца своих дней. Делился мудростью и помогал другим людям. Вы тоже можете помочь своим друзьям и близким, поделившись этой информацией с ними. Будьте здоровы и не болейте.